Всем привет! В эфире Универ Ньюз, в студии Арины Михайлова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. В КФУ прошла конференция «Университетская библиотека в мировом информационном пространстве». Обсерватория «Спектр рентген-гамма» достигла точки Лагранжа. 31 октября пройдет кастинг на Универ ТВ. В научной библиотеке имени Лобачевского Казанского федерального университета прошло пленарное заседание третьей международной конференции «Университетская библиотека в мировом информационном пространстве». Подробности смотри далее. В научной библиотеке имени Лобачевского Казанского федерального университета прошло пленарное заседание третьей международной конференции «Университетская библиотека в мировом информационном пространстве». Данная конференция приурочена к 215-летию со дня основания Казанского университета. Эта конференция, по сути дела, признание еще и авторитета нашего университета в соответствующих библиотечных кругах, в библиотечном сообществе. Ну и плюс к этому сюда традиционно приезжают наши друзья, коллеги из разных городов. Основными темами пленарного заседания были интеграция библиотек в образовательную и исследовательскую деятельность, библиотеки и общества, наукометрии и публикационная стратегия в современном ВУЗе, а также библиотечные кадры в условиях инновационного развития библиотек. Мы обсуждаем в основном связанные с местом библиотеки в ВУЗовской в информационном мировом пространстве, начиная от решений в части сервисов, услуг, которые предоставляет библиотека, использование сайта, использование ресурсов, которые в подписке. То есть все современные тенденции развития библиотечной институты. В конференции приняли участие представители ведущих российских и зарубежных библиотек, библиотечных ассоциаций и консорциумов, а также издатели и агрегаторы электронных информационных ресурсов. Ильвира Зорина, Виолетта Басова, Универньюз. Российско-немецкая астрофизическая обсерватория «Спектр рентген-гамма», выведенная на орбиту в июле этого года, достигла окрестности точки Лагранжа, Л2, вокруг которой она будет обращаться в ходе своей семилетней миссии. Более подробно смотри далее. Российско-немецкая астрофизическая обсерватория «Спектр рентген-гамма», выведенная на орбиту в июле этого года, достигла окрестности точки Лагранжа, Л2, которая находится в полутора миллионов километров от Земли. «Обсерватория не будет находиться в некоторой какой-то определенной точке, потому что с точки зрения небесной механики, эта точка, место в пространстве Солнца, Земля и точка Л2, вот эта точка является гравитационно как бы неустойчивой, невозможно там удерживать все время аппарат в одной точке, потому что вокруг Земли, скажем, вращается Луна, которая своим гравитационным воздействием будет влиять на аппарат. Дальше там есть планета Марс, которая при прохождении тоже будет влиять на аппарат. Поэтому, как правило, космические аппараты выводят не в конкретную точку, а в некоторую область, скажем, эллипс, по которому спутник вращается вокруг этой точки Л2». Из точки одновременно видно и Землю, и Солнце. Там нет таких сильных помех, как, к примеру, на орбите нашей планеты, а значит, условия для наблюдения близки к идеалу. «Наш телескоп Казанского университета, мы стараемся помочь коллегам нашим в Институте космических исследований, и как эта работа, которую мы осуществляли в июле-августе, когда мы наблюдали положение спектра генгамма на небе и давали точные астрометрические координаты для того, чтобы посмотреть, правильно летит ли спутник по заданной траектории к этому району, точке Л2. И, используя в том числе и наши данные, телескоп полуторметрового Роскосмос делал коррекцию орбит». Напомним, «Спектр РГ» — это международный российско-германский проект, который был успешно запущен 13 июля с космодрома Байконур с помощью самой мощной российской ракеты «Протон-М». Руководителем столь масштабной миссии с российской стороны является академик Российской академии наук Рашид Алиевич Сюняев. Миссия аппарата поистине вселенского масштаба — создание детальной карты, видимой вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения. На которых будут отмечены все крупные скопления галактик. На борту аппарата располагаются два уникальных рентгеновских телескопа — российский «Артекси» и немецкий «Ерозита». Они функционируют по принципу рентгеновской оптики — косового падения. Наземную поддержку обсерватории «Спектр РГ» оптическими наблюдениями оказывают телескопы. Один из них — уникальный российско-турецкий телескоп Казанского федерального университета, расположенный в Турции. «Используя в том числе и наши данные, телескоп полуториметрового Роскосмос делал коррекцию орбиты. Такие коррекции были сделаны две — 22 июля и 6 августа. И благодаря вот этим двум точным коррекциям аппарат теперь выведен как раз в нужную точку орбиты вокруг точки Л2». Ожидается, что в ходе обзора неба «Спектр РГ» обнаружат около трех миллионов сверхмассивных черных дыр, десятки тысяч звездообразующих галактик и многие другие объекты, в том числе неизвестной природой. Лилия Талипова, Александр Юзин, Универньюс. 25 октября в концертном зале «Уникс» состоится галоконцерт-фестиваля «День первокурсника» Казанского федерального университета. Подробнее о предстоящем мероприятии в нашем следующем сюжете. 25 октября в концертном зале «Уникса» состоится галоконцерт-фестиваля «День первокурсника» КФУ. В рамках галоконцерта будут представлены лучшие номера фестиваля, проходившего на протяжении предыдущих дней, где принимали участие студенты каждого института и факультета Казанского университета. Ежегодный фестиваль «День первокурсника» это одно из самых, наверное, ярких событий осенью всегда, потому что это приходят молодые дарования, очень талантливые, съезжаются к нам со всей республики, со всей России, со всего мира и, безусловно, хотят как-то проявить себя. Галоконцерт является масштабным мероприятием, в котором приняло участие около 500 студентов. В этом году первокурсникам, принимающим участие в концерте, пришлось весьма трудно, ведь в этом году учеба началась на две недели позже положенного времени. Все концерты, галоконцерты, студенческие весны, они уже вышли из какой-то вида самодеятельности, потому что здесь нет профильного образования актера, здесь нет профильного образования музыканта, режиссера, танцовщика, этого нет. Но люди, первокурсники в том числе, безусловно, делают хорошие, массовые, мощные номера, которые могут даже в чем-то посоревноваться с людьми, которые занимаются этим профессионально. Пригласительные билеты можно получить в заместителей директоров по социально-воспитательной работе и культурных организаторов институтов. Также галоконцерт выйдет в прямом эфире на телеканале и в социальных сетях Универ-ТВ. Валерия Муратова, Ленар Довлетьяров, Универ-Ньюс. Совсем скоро на телеканале Универ-ТВ вы увидите новые лица. 31 октября пройдет очередной этап кастинга телеведущих. О том, как будет проходить отбор в этом году, расскажет наш корреспондент Анна Глазунова. 31 октября в 18.10 телеканал Универ-ТВ проведет очередной этап кастинга телеведущих. В этом году он пройдет в совершенно новом формате. Мы решили сделать его в стиле шоу талантов, где ребята будут проходить определенные этапы. Оценивать участников кастинга будет профессиональная жюри. Это действующие ведущие известных телеканалов Казани. Маргарита Юргенсон, ведущая новостей на телеканале Татарстан-24. Дарья Петрова, корреспондент и продюсер службы новостей на телеканале Эфир и ведущая Универ-Ньюс. А также ребята из проекта «Громкие рыбы», которые снимают смешные скетчи и пародии. Первая часть будет в виде визитки себя. Нужно будет рассказать о себе, показать кто ты, что ты. Какой-то отрывок рассказать из чего-нибудь. А вторая часть будет импровизационная. Вторую часть мы подготовили для ребят такие микро-задания, которые нужно будет прямо здесь и сейчас. Как-то проявить свое умение ориентироваться в пространстве, в словах, в шутках и как-то выдать какой-то результат, который покажет себя. Наблюдать за этапами кастинга сможет любой желающий. Он будет проходить в прямом эфире, транслироваться во всех социальных сетях и на телеканале Универ-ТВ. В социальных сетях ВКонтакте будет идти голосование во время прямого эфира, где уже друзья, родственники или кто-то там еще, да, определить лучшего по мнению зрителей. И этот человек станет также ведущим. Помимо тех ведущих, которые выберут наши жюри. Жюри сразу же огласят свое решение и участники в прямом эфире узнают, прошли они или нет. У победителей кастинга появится возможность проводить прямые эфиры выпусков новостей Универ-Ньюз. Прямые трансляции крупных мероприятий, которые проходят в Казанском федеральном университете. Это день первокурсника, студенческая весна, марш победы и другие. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универ-Ньюз. На этом у меня все. Не забывайте смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok